Доброе утро! Доброе рождественское утро! С Рождеством! Всем, всех благ! Храни вас Господь! Какая сказка! А я бегу за хлебом. У меня оказалось, что дома хлеба нет. Холодно. Докупила вот такой хлеб Даниловский, который я люблю. Такой. А то я два взяла, да? Хотела три взять. Морковка по-корейски. Чеснок. Знаете, Айран взяла. Ничего, я пробовала. Так, это влажные салфетки. Мне нужны для работы две пачки. И вот такой к мясу Хаенс брусничный соус. Время пол первого. А у меня сделан только один салат. Алла в три, в начале четвертого приедет. Я не выспалась. Я прям вот сплю на ходу. А если не была такая ночь, я все время думаю, рассказывать, не рассказывать. Сейчас мне уже смешно. Сначала мне было на 7 не смешно. Я вчера пол-одиннадцатого уснула. Главное, убралась. Думаю, чтобы завтра ничего уже не мыть, нет. Убралась и думаю, ой, такая волшебная ночь перед Рождеством. Как по Гоголю. Открываю глаза просто резко и не пойму, в чем дело. У меня такой стоит шум. Мне кто-то выламывает дверь. Просто со всей дури. Смотрю на часы, а стрелка, такие круглые часы, а стрелка ровно. Полночь. Рождество. Ор стоит. Помогите. Спасите. Помогите. Я истекаю кровью. Соседи. Откройте. Какие соседи? Этот уехал. Этих вообще не видно в последнее время. И еще у нас такой вот, как не тамбур, а четыре квартиры. Понятно, забыл, как называется. Один парень, который въехал года два назад, может быть. Я с ним знакома. Я с ним познакомилась. И его зовут Герман. И даже смотрела, как он там ремонт сделал. Но он такой тихий. Не пьет, не курит. И я не могла подумать, что вообще это он. Я встала. Я чувствую, меня уж прям трясти начало. А дверь вышибают прям, вышибают. И Ор стоит. Я подошла к глазку. Причем без тапочек, по плитке, холодно. Смотрю. И он так быстро бегает. И никак не могу определить, кто это. И прям вот как будто в человека прям дьявол, бес вселился. Я смотрю вот этот глазок. А у меня хорошо такой обзор. Как вот к нам на территории четыре квартиры. Там еще одна дверь. А на Настяш открыта. Я думаю, может кто-то забежал. Потому что ту дверь, тут квартиру снимали. Сломали замок. И мы ее не можем закрыть. Вот на Настяш, я думаю, кто-то чужой забежал. Вот. И начал присматриваться. И прям на меня, прям в глазок, вот эти двумя руками. Вот этот парень. Откройте, уроды. Откройте, уроды. Я истекаю кровью. Смотрю, белая футболка. Крови нет. И темные брюки. Думаю, пьяный. Ну, подумала. Странно. Может шок такой. Думаю, я не знаю. Может вообще у него белая горячка. И, конечно, на меня не похоже, что я не открыла. Но действительно, я была одна среди этих квартир. Мне так показалось. И я, наверное, побоялась. Потому что я не знала, что ждать от этого. Потому что это был дурдом. Это прям реальный дурдом. Посмотрела. Нет. И долбился, долбился. И это было что-то. И я до последнего смотрела в глазок. А я сбоку-то и не видела, как вот та дверь напротив, где этот Герман живет, она была приоткрыта. И я, когда он уже пошел, и так напоследок, вот уроды, ублюдки там, вот это вот все. Думаю, боже мой. И раз, и вошел в себе в квартиру. Оп. А думаю, Герман лица не видел. Думаю, может гость его какой-то черт. Вообще его знают. Прости, господи. И не могу уснуть. Голова затрещала. Не могу уснуть. И так до трех ночи. Потом немножко подремала. Потом опять уснула. И встать бы уже, начать что-то делать. Знаете, какая-то разбитая ночь. Ну ладно. Сейчас пошла в магазин, и у меня с собой пакет мусора был. Думаю, посмотрю. Думаю, я-то крови не видела. Ребята, у меня перед дверью все в каплях крови. Стена вся в крови. Дальше вот так вот так и думаю, куда это вот так вот шел. Думаю, куда кровь ведет. Открыла там, там бурдверь. Вышла на лестничную клетку. Около лифта кровь. По стене напротив, где четыре квартиры. Отдельные вот эти. Там по стене, видно, долбился туда. Там везде это кровище. И уже так спускаюсь. Я на седьмом и на шестом этаже выбросить мусорпровод. Мусор. И открывается лифт. Я так повернулась. А это соседи, которые напротив. И мы прям вот так вот там, женщина и мужчина. И мы прям в один голос. Что это было? Она говорит. Я как так вот открыла глаза, как он начал. Долбиться. Глазок не смотрел. Говорит, я даже встать боялась. И так пролежал до утра. И я говорю, я видела это. Зашел туда парень в эту квартиру. Я говорю, надо сходить. Потому что мало ли что. А она говорит. Он кричал, вызывайте ментов. Вот так он кричал. Я говорю, я этого не слышала. Хотя я стояла до последнего. Не скорую ничего. Вызывайте ментов. Я говорю, давайте постучим. Вообще человек жив. Я не могу успокоиться. Вы понимаете, что окончания этой истории не было. И я так вот думаю. Я даже за хлебом боялась уходить. Думаю, мало ли там придурок какой вообще. Сумасшедший. Вообще какая-то резня бензопилой техасская. Ну это реально. Сейчас покажу. Кстати. Чуть-чуть покажу. Ладно. Я говорю, давайте постучим. Вообще жив человек или нет. Он это или не он. Она говорит, я не буду. Я не пойду. Я говорю, ну вы мужчины стоите. Ну давайте постучить. А он тоже боится. Они боятся мало ли что. Они там квартиру снимают. Ну все. Я говорю, ладно. Я кричу, Герман, Герман. Никто не открывает. Потом смотрю, открывает дверь. И такой пейзаж. У него вот эта белая футболка. Когда я смотрела, еще не было этого глазок. У него эта вся белая футболка. Она вся в крови. Вообще вся. Вот так вот такими потеками. Голова вот так вот перевязана. Сетка. И там вот такая марля. И сверху сетка натянута. Здесь по уху все разотно. Я заглядываю в квартиру. Вот там сразу так квартира сделана. У него все в белом сделано. Квартира. Все-все-все в белом. И весь пол в крови. И валяются острые эти щипцы для маникюра, педикюра. Я говорю, это что? Я говорю, Герман, что это было? Я, говорит, подскользнулся. И со всей силы, со всей дури об угол кухни или откуда-то там это ударился головой. И полностью себе все рассек. Упал в обморок. Когда очнулся, и все было в крови. Ну, я видела там вообще это. Все было в крови. И у меня случился шок. Я побежал. И мы ему говорим, что что-то скорую там, милицию. Он говорит, у меня был шок. У меня было такое шоковое состояние. Вот. И я начал везде долбиться. Я говорю, ты перепугал всех. Я говорю, ты так быстро бегал, что я говорю, даже лица твоего не увидела. Говорит, что ты не открыла? Я говорю, да, не знаю, что бы сделали. Скорая приезжала, вот его перепендовали. Говорит, ну ты уж не ходи. Тебе лежать надо. В общем, там трэш. Там просто трэш. Телефон. Попросил телефон на всякий случай. Говорит, так умрешь вообще. Говорит, никого не знаю. Я говорю, здесь два года. Я говорю, мог бы уже давно со всеми познакомиться. Познакомиться только со мной. Но я тебя не вижу. Вот. Вот такая ситуация. Видео так получилось. Длинное в рассказе. А! Сейчас. Ну, покажу немножко. Ладно. Вот это для наглядности. Вот здесь пока свет не включали. вот эти вот... Ну, вот. Вот как вообще это, да? Жалко так. И вот напротив, да, вот этот набор. Ну, и здесь не видно там дверь вся. Поздравила Катя видео с Рождеством людей. Нет, Алла приедет. Мы вас обязательно поздравим. Просто рассказала историю. Ой, как все успеть? У меня есть хорошее мясо. Помните, я покупала такие мясистые ребра говяжьи на фермерском рынке. У меня их много. Есть грибы тут. По березке, по досине. То, что мы с братом собирали. Белые грибочки. Вот мне еще немного оттают. Вот. Буду делать с луком в сметану. Сейчас разогрею сковородку. И на хорошем сливочном масле. Так, на хорошем огне. До золотистой корочки. А потом все переложу в казан. Там будет очень... Засыплю очень много будет лука. И будет тушиться 2 часа. Казан приготовила. Ну, все. Сейчас переложу в казан. И вообще... Причесаться волосы помыть. Вот так вот все. И мысли, и волосы. Все успею. Я прочитала. Все успею. Ну, и еще раз. С Рождеством. Ну, я не прощаюсь с вами. А вот приедем будем снимать. И я покажу стол. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.